В аграрном бизнесе Александр 10 лет выращивает зерновые и мысленные культуры. В его собственности тысяча гектар земли. Когда взялся за земледелие, предприятие было банкротом. Сейчас фермерство приносит ему неплохую прибыль. За годы труда выработал формулу успеха. Кадры решают всё. У нас есть такая среди водителей пословица. Машина ломается, не работает. А что, надо поменять прокладку. Прокладка между рулем и сиденьем. Это людина. Не бояться экспериментов. Ещё один девиз Александра. Говорит, пора отходить от советских методов обработки земли и выращивания урожая. Постоянно интересуется новинками, обменивается опытом. В нынешних условиях есть множество новых методов, качественнее и экономнее. Лишний раз перекидать зерно. Это всё затратная часть. А их надо уменьшать. Культивацию уменьшили. Бедитирование. Я ездил в новое хозяйство, они шесть раз культивированы. Представляете? А если этого не делать, это как-то... Не, надо сделать один раз. Потенциал агропромышленного комплекса Запорожской области колоссальный. Вековые сельскохозяйственные традиции и возможность производить экологически чистые продукты. Это то, чем запорожцы могут заинтересовать не только Европу, но и весь мир. Но что мешает осуществить это сегодня? Нет стабильности. Мы не понимаем, аграрии не понимают, какая ситуация будет на валютном рынке, какая поддержка будет от государства. А от государства, из государственного бюджета пока озвучиваются две цифры поддержки. 300 миллионов – это компенсация процентной ставки по кредитам аграриям. Сейчас разрабатывается механизм реализации этой программы. И вторая сумма – это 250 миллионов – это 50% компенсация строительства новых животноводческих комплексов. И 50% тоже на поддержание прироста голов животноводства. Ну, вот пока чем помогает государство нашим аграриям. Нет не только стабильности и финансирования, но еще и прозрачных правил игры для сельхозпроизводителей. Сегодня наших крестьян, к сожалению, дурят. И дурят со страшной силой. Цена на молоко – сегодня 3 гривна литра закупка у населения. И вот я ехал сюда, в Запорожье сегодня, и поступил звонок о том, что будут еще снижать цену. Ну, куда же еще снижать цену? И так смешная и так цена. Вы же видите, знаете, сколько сегодня литр молока стоит в магазине пастеризованного. И сколько людям платят на селе. Это сговор переработчиков, он везде существует. У нас же все монополизировано по большому счету сегодня. Понятно, что сегодня государство не является основным игроком на сельскохозяйственном рынке. Практически все в частных руках. Но создать условия для развития предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, следовало бы. Пока же картина другая. Обещали, что до 2018 года не будут трогать сельское хозяйство, что ничего не будет менять. Тем не менее, на сегодняшний день нам, так называемый, бывший фиксированный, сейчас это единый четвертый группы налог, увеличили в 21,5 раз. Грозятся снять льготу по НДС. Для чего это делается, я вам скажу так. Это, прежде всего, причина коррупции. Потому что тот спецрежим, который сейчас работает, и работал до этого времени, он работал в автоматическом режиме. Сейчас нас уже заставили спецсчета открыть в казначействе, гонять эти все деньги через казначейство. Помощи от государства ждет и гуляйпольский аграрий Александр. Сробили какой-то сельхозбанк, например. Но есть же инвесторы за границей, которые могут на сельхозбанк вложить гроши под трошечки больше процентов, чем у себя. И они приехали, вплоть до того, что я сказал, что не давайте гроши. Раз вы боитесь, не давайте гроши. Просто купите добрения. Каковы перспективы развития агропромышленного комплекса Запорожской области? Что помогает, а что мешает сельхозпроизводителям выходить на европейский уровень? Ответы на эти вопросы вы найдете в программе «Запорожье. Территория возможностей», которая выйдет в эфир 18 мая в 20.15. Наталья Заченко, Екатерина Шапка, Олег Мовченюк, Тарас Шевченко, ТВ5. Кажется, мы рода.